На прямой связи глава региона Игорь Кошин ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире радио Меринмар-ФМ. В Ненецком округе формируется территориальный орган войск Национальной гвардии Российской Федерации. Нового руководителя главе региона представил генерал-майор Владимир Селезнёв, заместитель командующего войсками Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России по боевой подготовке. С главными событиями к этому часу в студии Ирина Нижалова. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире. Традиционная прямая линия состоится в эфире радио Меринмар-ФМ. Вопросы от радиослушателей будут приниматься в режиме реального времени. Игорь Кошин ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире 11 октября в полдень, сразу после дневного выпуска новостей. Телефон прямого эфира 2-102-5. Предыдущая прямая линия состоялась 6 сентября. Тогда в течение часа глава региона ответил на 15 вопросов. Основными темами общения с населением стали освещение улиц в Наринмаре, подача тепла в дома горожан, постановка в очередь на жилье, работа управляющих компаний, выдача лицензий на рыбную ловлю. Вопросы поступали не только от жителей окружной столицы, но и из Великовисочного, Красного, жителей Нельмина-Носа и других населенных пунктов. В Ненецком округе формируется территориальный орган войск Национальной гвардии России. Отдел Федеральной службы войск Национальной гвардии по Ненецкому округу возглавил Александр Дмитриев. Ранее он занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка и общественной безопасности УМВД по округу. Приказ о новом назначении подписан главнокомандующим войсками Национальной гвардии России Виктором Золотовым. Нового руководителя главе региона представил генерал-майор Владимир Селезнёв, заместитель командующего войсками Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России по боевой подготовке. Представляю нового начальника территория органов управления войск Национальной гвардии по Ненецкому округу. Напомню, весной текущего года вышел указ президента России о создании Федеральной службы войск Национальной гвардии. По сути, в новое ведомство будут преобразованы внутренние войска МВД. Главные задачи новой службы, которые поставил перед ней президент Российской Федерации – обеспечение общественного порядка и безопасности, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана важных государственных объектов и грузов. Сегодня на местах происходит формирование территориальных органов, в том числе ведется набор личного состава. Большая часть сотрудников Национальной гвардии перейдет из системы МВД. Также будут привлекаться военнослужащие, находящиеся в запасе, и сотрудники других ведомств. В НАУ также идет формирование состава новой службы. Штаб ее будет располагаться в поселке Искателей. В ее ведении перейдет отдел вневедомственной охраны и Центр лицензионно-разрешительной работы. Они ежедневным трудом обеспечивают продовольственную безопасность региона. Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили профессиональный праздник. О тех, благодаря кому мы каждый день видим на своем столе свежие натуральные продукты, расскажет Елена Семеновичева. Свой профессиональный праздник отметили работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Труд аграриев особенно ценен за полярным кругом. В условиях сурового климата и полярной ночи сотни людей работают на фермах, в теплицах, в полях на сенокосе, в молочных цехах, по сутолене и в бескрайней тундре. О тех, благодаря кому мы каждый день видим на своем столе свежие и натуральные продукты, расскажет Елена Семеновичева. Луиза Лысюк загоняет своих подопечных в телятник. Каждый вечер на знакомый голос с неспешным шагом идут несколько десятков ухоженных телят. Они у вас как детки? Да, они места все знают, идут, то туда, то туда, в своей группе расходится. Сколько у вас подопечных? Да, 38 у меня маленьких, 20 больших, 58 голов. Каждый день самых маленьких Луиза Владимировна поет молоком, старших кормит сухим кормом, следит за привесом, чистит загоны и убирает проходы. Таких, как Луиза Владимировна, в Ненецком округе не счесть. Лидия Литкова свою трудовую деятельность начинала в поселке Красное, работала изготовителем. Спустя 39 лет она, работая на современном высокотехнологичном предприятии, вспоминает те времена, когда все приходилось делать вручную. Раньше на самом деле приходилось все делать вручную, сепарировали молоко, были ушатики, приходилось даже котельную самим топить, чтобы пастеризовать молоко, создавая температуру пастеризации. А сейчас уже производство модернизировалось и работать стало интереснее и легче. Интереснее и легче стало работать аграрием благодаря усиленной государственной поддержке, которую администрация региона оказывает сельхозтоваропроизводителем с 2014 года. Именно тогда было принято решение перейти на новый механизм субсидирования отрасли, который в конечном итоге помог животноводческим хозяйствам стать прибыльными, увеличить производственные показатели, строить новые объекты, обеспечивать работников достойной заработной платой, а жителям Заполярья приобретать местную продукцию по приемлемым ценам. Лучших работников в праздничный день поздравили с профессиональным праздником и поощрили благодарностями и почетными грамотами. Не каждый человек способен работать на селе, в тундре, заниматься сельскохозяйственным производством, так как этот труд требует особого к нему отношения. В этот праздничный день хочется от всей души пожелать всем вам, кто посвящает свою жизнь этому нелегкому труду, стабильности, уверенности, завтрашних дней и успехов во всех начинаниях. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать по адресу ветеранов. Даже те небольшие, но все-таки позитивные изменения, которые у нас есть, они были бы невозможны без вашего труда. Вам удалось сохранить отрасль, вам удалось сохранить переработку в условиях тяжелейших кризисов. Кризисов и 99-го года, и 2000-х годов. Поэтому от лица департамента, от лица всех жителей Нинецкого округа вам низкие поклонники и благодарность. Несмотря на весьма сложные климатические условия, сельское хозяйство активно развивается, увеличивает производственные мощности и улучшает показатели. За период 2014-2016 года введены в эксплуатацию 7 объектов производственного назначения, открыто 12 крестьянских фермерских хозяйств. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий округа по результатам работы за 8 месяцев 2016 года увеличилось на 239 тонн или на 10%. Безусловно, смогли дать определенный толчок к развитию сельского хозяйства влога. И цифры живе еще прямо, они говорят сами за себя. По молоку плюс 10%, 7 новых производственных объектов. Да, это не гигантские, огромные перерабатывающие заводы, но это объекты, на которых работают реально наши жители и которые производят реальную продукцию. Свой вклад в увеличение производства молока вносят и малые формы хозяйствования. За 9 месяцев они реализовали населению около 20 тонн молока. Помимо молочного направления, крестьянские хозяйства занимаются картофелеводством и птицеводством. За два года в Ненецком автономном округе создано 12 таких объединений. Успехов добиваются и работники традиционной для округа отрасли сельского хозяйства оленеводства. Помимо строительства новых убойных пунктов, оленеводы наращивают поголовье. В рыболоводстве самым значимым событием за последнее десятилетие стало строительство нового рыболовецкого траулера «Ненецкий рыбак-колхоз «Союз Печора», который оснащен самым современным оборудованием и способен перерабатывать до 50 тонн рыбы в сутки. Судно уже зарегистрировано в Государственном судовом реестре под флагом Российской Федерации с портом приписки на Ринмар и вышло на промысел. Елена Семеновичева, Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Традиционно День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают и на старейшем предприятии региона на Ринмарском хлебозаводе. Накануне праздника работников производства от имени собрания депутатов Ненецкого округа поздравили Анатолий Мяндин и Александр Лутовинов. Хлеб всему голова. С этих слов начал свое поздравление спикер регионального парламента Анатолий Мяндин. Вот этот продукт производите именно вы. Вы своими руками выпекаете замечательный хлеб. Более того, вы действительно сегодня работаете и над ассортиментом. Когда заходишь в ваши магазины, видишь, какой большой ассортимент вы производите. Причем постоянно он как-то так меняется, да, этот ассортимент. И иногда разбегаются глаза, чтобы взять в следующий раз что-то вкусненькое, побаловать себя. И вот это, конечно, огромная заслуга всех вас, работников хлебозавода. В связи с профессиональным праздником и за многолетний добросовестный труд депутаты вручили работникам хлебозавода благодарственные письма. Ежегодно на хлебозаводе выпекают более полутора тысяч тонн хлебной продукции. Славится предприятие производство мучных кондитерских изделий. Свежий хлеб на столах наринмарцев – это труд всех работников наринмарского хлебозавода. На предприятии сегодня трудится 103 человека. Педагоги и воспитанники Ненецкой специальной школы-интерната отметили юбилей – 50 лет со дня основания образовательного учреждения. Начальная вспомогательная школа с интернатом для детей с особенностями развития была открыта на наринмаре 1 сентября 1966 года. Сегодня школа имеет статус окружного государственного казенного общеобразовательного учреждения. Коррекционная школа отметила свой полувековой юбилей. Поздравить педагогов и воспитанников школы с 50-летием пришли бывшие ученики, родители, ветераны образовательного учреждения и представители власти. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Шестиклассники из коррекционной школы-интерната с аппетитом кушают только что приготовленный салат. Навыком приготовления юных кулинаров учат на специальном уроке – социально-бытовая ориентировка. Мы здесь учимся жить самостоятельно, готовим, учимся ухаживать за собой, за маленькими детьми новорожденными. А еще ребят учат пользоваться услугами различных учреждений и вести семейный бюджет. Такие практические уроки, по словам директора школы Натальи Ануфриевой, готовят детей не только к самостоятельной жизни, но и к выбору будущей профессии. Действительно, спектр профессий, которые в будущем могут освоить ученики коррекционной школы, достаточно большой. И это не просто слова, об этом говорят примеры из жизни. Есть у нас дети одаренные, есть у нас и поэты, есть у нас и певцы, есть у нас дети, которые проводят праздники для наших горожан, организуют корпоративные детские праздники для взрослых праздники. Есть у нас дети водителей, которые возят наших учителей, таксуют, как говорят, да, и, пожалуйста, предлагают свои услуги. Есть у нас дети, которые успех имеют в рыбалке. Дети, они везде дети, хоть какую школу возьмешь, хоть какое учебное заведение, дети везде дети. Везде есть дети слабые, дети одаренные, дети со своими какими-то, со своими чертами характера, со своей эмоцией у всех разной, да. Вот такие же дети у нас есть. Адаптироваться и найти свое место в жизни 96 воспитанникам помогает 32 педагога. Для детей в школе созданы все условия для учебы, отдыха и поддержания здоровья. Организовано пятиразовое питание в школьной столовой, работают врач и медсестра. Для ребят из окружных сел обустроен интернат. Там сейчас проживает 30 детей. Подарю я школе радость. Часть, сердечко подарю. И всей души скажу. Школа, я тебя люблю. Школа отметила золотой юбилей. На праздники дети не только читали стихи, но и пели песни, танцевали, показывали свои многочисленные таланты. Как говорят сами учителя, в этой особой школе учащиеся получают не только образование, но и заботу, внимание и теплое отношение. И сегодня вы увидите, как от тепла наших сердец загорится на сцене пламя свечей, которые вспыхнут на нашем празднике и будут согревать нас. Во время праздника гости, ученики, выпускники, учителя зажгли семь свечей, как символ радости, дружбы, любви, душевного тепла, которое в этой школе согревало не одно поколение. По-особому тепло на юбилейном вечере было и от добрых слов, трогательных выступлений, искренних пожеланий. Вы помогли деткам обрести свое будущее, найти свое место в обществе. У вас действительно особые детки, у вас особые условия труда. И я преклоняюсь перед каждыми здесь присутствующих и хочется вам пожелать, прежде всего, конечно же, терпения. С особенными детьми школа работает уже 50 лет. 1 сентября 1966 года по решению Нинецкого окружного совета депутатов трудящихся была открыта начальная вспомогательная школа с интернатом для детей с особенностями развития, где в двух классах-комплектах обучались 34 ребенка. Сегодня школа с полувековой историей имеет статус окружного государственного казенного общеобразовательного учреждения, где трудятся учителя начальных классов, предметники, воспитатели, учителя-дефектологи, социальный педагог и логопед. У них разные профессии и стаж работы, но их объединяет одно – желание помочь каждому ребенку адаптироваться в жизни и стать полноправным членом общества. Ведь терпение, любовь, вера в учеников творит чудеса. Большинство ребят, окончивших школу, вполне успешные люди. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Народов много, страна одна. По таким слоганам в Ненецком округе в рамках Года народного единства состоялась всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Свои знания о народах, проживающих в России, проверили 505 жителей региона. Среди них – учителя, госслужащие, главы муниципальных образований, студенты, школьники, представители Украинско-Белорусской диаспоры Ненецкого округа с Года и Ассоциации Ненецкого народа ИСАВЭЙ. Всего в Ненецком округе было разбито 9 площадок для сдачи тестирования. Самыми многочисленными по количеству участников стали пункты на базе Ненецкой средней школы имени Пырерки – 88 человек и в селе Ома – 87. По 68 жителей пришли писать диктант на площадки, размещенные в Наринмарском социально-гуманитарном колледже и школе села Несь. Также принимали участие жители Красного, Харуты, Омы, Каратайки, Индиги. Средний балл по региону составил 53. Предварительно самый высокий балл получила преподаватель городской школы, которая набрала 93 балла из 100 возможных. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretna.ru в День народного единства 4 ноября. На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте www.trksever.ru. Далее прогноз погоды.